Украинскую инфляцию рисуют с потолка. Реальный уровень инфляции в несколько раз отличается от цифр, которые нам преподносят в качестве серьезных финансовых показателей. По цифрам инфляции принято оценивать результат работы правительства, поэтому чиновники заинтересованы показать нам минимальные цифры инфляции. И у команды Яценюка при таком подходе нет иного выбора, потому что если озвучить реальную инфляцию, тут же очень остро встанет вопрос индексации зарплаты пенсий. Поэтому правительству сейчас проще лгать своему народу, чем обеспечить рост уровня жизни. Вопрос того, насколько честно правительство рассчитывает инфляцию, касается каждого из нас. Ведь это объясняет, почему прежних зарплат, которые раньше казались достаточными, сегодня ни на что не хватает. И благодаря честному индексу инфляции мы могли бы знать, как наше правительство управляет экономикой. И еще очень важно тем, кто живет на пенсию, инфляция тесно сопоставлена с понятием прожиточного минимума. В теории понятно, что пенсия не может быть ниже этого прожиточного минимума. В реальности же пенсионеры получают деньги, несопоставимые с выживанием. Это и многое другое показывает инфляция. Тут важно понять принципиальный момент. А если мы уже сейчас строим экономическую политику на вранье и на недостоверных показателях, это не дает нам шансов даже в обозримой перспективе прийти к европейскому уровню доходов. Только честная экономика может привести нас к оздоровлению, поскольку иначе это будет бесконечный путь рецессий, кризисов, валютных колебаний, неустойчивости и абсолютно искаженных финансово-экономических показателей. Давайте рассчитаем вместе. Официальная инфляция за последних полтора года составила 65%. То есть правительство пытается нам сказать, что гривна потеряла 65% своей стоимости. Но ведь это неправда. Мы с вами знаем, что гривна обесценилась в несколько раз, если сверяться с курсом к доллару. Такие расхождения происходят из-за манипуляции показателями. Вся проблема в методологии расчета индекса потребительских цен. Для расчета применяется специальное понятие – потребительская корзина. В эту корзину якобы входит все, что нужно нам для жизни и без чего мы просто не можем обойтись. Так вот, хитрость в том, что эта потребительская корзина рассчитана на образ жизни диких туземцев, поэтому ее стоимость занижена в несколько раз. Например, в корзину не входят расходы на мобильную связь вообще. А ведь каждому простому взрослому украинцу необходим не только мобильный телефон, который хорошо бы обновлять хотя бы раз в пять лет, но и ежемесячные деньги, чтобы платить мобильному оператору. И вот представьте, абсолютно все мобильные телефоны приходят к нам из-за рубежа, они покупаются торговыми сетями за доллары. Следовательно, реальная цена мобильных телефонов за полтора года выросла в три раза в полном соответствии с ростом курса доллара. Не включение в расчеты потребительской корзины расходов на мобильную связь позволяет занизить показатели. То же самое с любой импортной одеждой. Как много в гардеробе среднестатистического украинца одежды украинских производителей. Ее там почти нет. Большинство одежды, которую мы покупаем, производится на фабриках Китая и тоже покупается за доллары. Следовательно, в магазинах одежды инфляция составила как минимум те же 300%. Это мы сейчас разбираем ситуацию без учета накладных расходов, вроде возросших зарплат продавцов и менеджеров, возросших расходов на коммунальные услуги, которые оплачивают магазины. Смешно сказать, сегодня в потребительскую корзину не входят даже кофе и чай и любые цитрусовые продукты, вроде лимонов с апельсинами. А ведь это тоже импортные товары, тоже покупаются поставщиками за доллары и тоже очень быстро подорожали на 300%. Но ведь не может же поставщик продавать дешевле товар, чем он купил сам. Плюс стоимость нашего чайно-кофейного набора входит новый налог на импорт, возросшие логистические расходы и та же коммуналка в торговых сетях. То есть сегодня мы видим реальную инфляцию свыше 300% снова. Точно так же возросшие расходы на бензин их тоже не учитывает официальная статистика и то же самое с большинством иных групп товаров. Дело в том, что в структуре потребления среднестатистического украинца доля отечественных товаров невысока. В основном мы тратим деньги на импортную продукцию, особенно что касается бытовой техники, одежды и обуви, лекарств, канцелярских товаров, компьютерной техники, да и вообще практически любых групп товаров, кроме еды. Но даже и в продуктах питания структура импорта огромна, от рыбы и сыров и до напитков. Вот все, что доставлено к нам из-за рубежа, это все тоже подверглось очень быстрому удорожанию, как минимум на те же 300% за полтора года. А ведь это намного больше официальных инфляционных показателей. Так вот, эта пресловутая потребительская корзина не учитывает огромной доли импорта. При расчете прожиточного минимума и потребительской корзины чиновники просто не вписывают туда импортные товары и стараются вообще брать очень такой спартанский рацион, который годится разве что уже для выживания, но точно не для воспитания здоровой и сильной нации и спокойной жизни. Это основной способ манипуляции с цифрами. Занижаются показатели потребительской корзины, следовательно оказывается занижен индекс потребительских цен и все вместе это позволяет рисовать заниженную инфляцию. Реальный уровень инфляции в стране не меньше 200% за год. Цены ведь продолжают расти, они не останавливаются. А нам говорят, что официальная инфляция всего лишь 65% за полтора года. Ну, на такой лжи далеко не уедешь. Потому что правительство уже сегодня обязано поднять пенсии, поднять зарплаты и установить новый прожиточный минимум, проиндексировать эти показатели. Стоимость и наполнение потребительской корзины не пересматривались уже 20 лет. За это время структура потребления украинцев стала радикально иной. Все это время государство врет нам, что на мизерный прожиточный минимум действительно можно выжить. Хотя совершенно понятно, что пересмотр стандарта в жизни украинцев должен начинаться с честности. Лживая экономика извращает экономические связи и не позволяет задать планку для социальных стандартов. Все эти годы правительство как может занижает инфляцию, но даже в заниженном виде она рекордная за последние 15 лет. Поэтому Арсений Ценюк возглавил рейтинг инфляционности всех руководителей правительства за 15-летие. При Ценюке каждый месяц гривна теряет в среднем 3,5% своей стоимости. Такими темпами в 2015 году инфляция составит примерно 40%, скорее всего как минимум 40%. Вдумайтесь, за 2015 год правительство за счет инфляции украдет 40% вашей зарплаты, вашей пенсии, ваших гривневых доходов. И это если только считать официальные показатели инфляции, которые не соответствуют реальности. Это рекорд за 15 лет. При Тимошенко официальная инфляция была в среднем чуть больше процента за месяц. При Ющенко более 1,5% в месяц. Это среднемесячные цифры за все время их правления в должности премьера министров. Ведь именно премьер отвечает за финансовый блок. При Азарове официальная инфляция была очень низко, измерялась с десятыми долями процента. При Цинюке, как мы уже видели, инфляция достигла 3,5% в месяц, то есть более 40% в год. И падение стоимости наших денег продолжается. Если правительство немедленно не займется индексацией пенсии и зарплат, это означает только одно. У нас реализуется политика уничтожения собственного народа. Не верите? Попробуйте выжить на прожиточный минимум, так называемый прожиточный. Тысячу триста тридцать гривен в месяц. Большинство пенсионеров получают меньше даже этого прожиточного минимума. То есть правительство признает, что на эти деньги выжить нельзя. Население способно пережить депрессию, только если знать, что существует четкий план повышения социальных стандартов. Сегодня даже правительство не может четко сказать, когда оно собирается провести индексацию, а инфляция тем временем все больше нарастает. И к тому моменту, когда мы доживем до индексации, снова окажется, что пенсии не дотягивают до прожиточного минимума. И снова все пойдет по тому же порочному замкнутому кругу. Потому что малая ложь порождает большую. Важно понять, пока правительство не научится показывать правдивые показатели инфляции и другие экономические цифры, перспектива повышения жизненных стандартов в Украине будет оставаться очень и очень туманной. Александр Филиппов, Вадим Шпытко, телеканал Академия.